Очередной раз подряд в библиотеке имени Пушкина прошел фестиваль православной книги «Дорогами православия». Организован он был центральной библиотечной системой совместно с Оршанским благочением. В этом году фестиваль был посвящен Святым Земли Белорусской. В этом году фестиваль православной книги «Дорогами православия» прошел в четвертый раз. День православной книги знаменует признание огромного значения духовной литературы, в воспитании нравственных качеств личности, приобщение каждого к тысячелетней христианской традиции. Именно книга остается одним из главных источников духовности. В последнее время, вы сами знаете, что очень много было издано и издается книг детективов, любовных романов. В настоящее время наш читатель возвращается к литературе классической, а также к духовной книге. У нас на Абонементе около 700 книг от белорусского экзорхата. Мы с ними сотрудничаем, закупаем там книги, и они пользуются большим спросом, потому что вроде бы она художественная книга, но написана на православную тему. Она многое объясняет человеку, и многие у нас берут именно эту литературу. И я думаю, что благодаря вот этой литературе народ наш обращается к вере. Кажется, вот маленькая вот такая капелька, но она как бы раскрывает душу человека. Она просыпается именно к познанию того, что было утеряно у нас за 70 лет советской власти, потом вот этого развала нашего. Душа православная, она живет у нас, она просыпается и хочет именно истинной вот такой божеской искры. В день православной книги библиотека встречала заслуженную артистку Республики Беларусь Ирину Нарбекову и супругов Пименовых. Актёра и режиссёра Евгения и члена Союза писателей Беларуси Елену, почётные гости из Минска украсили фестиваль творческими выступлениями и рассказали о значимых фигурах в истории православия. Помощник благочинного Оршанского центрального округа Иерей Дмитрий Савушкин отметил, что, несмотря на развитие современных технологий, книга по-прежнему остаётся востребованной, только важно отобрать для себя издание полезное. Насколько актуально это сейчас, мы можем просто заметить по тому подрастающему поколению, которое сейчас у нас находится и сидит в гаджетах, в своих мобильных сетях. Ведь книга – это, наверное, самый главный у нас этап жизни, который должен быть у каждого подрастающего поколения, потому что книга – это очень важно. Электроника когда-нибудь всё-таки уйдёт, закончится. И хотя многие говорили, что с появлением электронных книг, да, то есть книга исчезнет, но мы наблюдаем наоборот. Наоборот, мы видим процветание книги. И, естественно, процветание не только самой книги, но как православной книги – книги духовного содержания. Книга, которая поможет любому человеку разобраться в тех ситуациях, когда они, может быть, не понимают или не знают. Сейчас очень много книг, которые позволяют нам, не ходя в церковь, прочитать, а потом прийти в церковь и спокойно обратиться к батюшке или же помолиться. Очень много книг у нас тех, которые позволяют разной ситуации, как себя вести. Ведь главное – выбрать хорошую книгу. Когда мы выбираем книгу та, которая полезна для нашей души, и она как пища благоприятная на нас действует. И очень важно, конечно, что читает наша молодёжь. Ведь от того, что читает наша молодёжь, будет и наше будущее поколение, наша будущая отчизна, наши будущие, как говорится, граждане Республики Беларусь. Поэтому очень важно, чтобы такой фестиваль, который мы именно популяризируем, чтобы он развивался, чтобы все приходили и читали. И библиотека – это наша кладовая, где здесь мы можем почерпать те знания, которые просто будут необходимы в нашей жизни. И ещё что самое интересное, что когда мы читаем и берём в руку книгу, мы являемся своего рода соавторами этого писателя или публициста. То есть у нас наше возникает воображение, художественный, творческий смысл выдымается. То есть развитие происходит очень сильно. Не просто картинки, которые идут по телевизору, это всё, конечно, хорошо. Но когда сам человек читает, сам увидит это в своём воображении, то есть вот это, конечно, наверное, главное. Ну и, конечно, ещё раз повторюсь, что православная книга помогает духовно. Она действительно помогает. Ведь есть не только литература, которая, как мы говорим, отмечая духовную литературу, мы отмечаем литературу. Это и наших русских классиков. То есть вся русская классика – это наша духовная литература. О том, как жить, как правильно поступать. Вот для этого, конечно, и существует вот этот фестиваль, который мы и стараемся проводить в нашем городе Орш. На протяжении пяти дней в рамках фестиваля православной книги во всех библиотеках Оршанского района прошли тематические часы православия, встречи с духовенством и духовные беседы.